Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Вчера на погружении словила интересную штуку. Как тебе? Буль-буль-буль. Тонус, спасите. А заметь, это же коллективное погружение. Это люди пришли осознанно, они заплатили за это погружение. И они, с одной стороны, это большое количество людей, да, участвуют в погружении С другой стороны, ты сидишь один на один с собой в комнате И разбираешься один на один с собой, да, это же онлайн И буль-буль-буль-буль-буль, и четко словилось, да Вообще, в самом начале, да, когда мы только вот начали, тут страх пошел И пошел страх А потом как он? Ушел быстро Ушел момент Ушел быстро Ну, помогли уйти, потому что поле начинает работать Вот эта коллективная часть, когда мы закручиваем Мы сразу помогаем человеку выйти в баланс, в равновесие То есть он все, он в поле, и все, он пошел, у него выключается это А потом счастье рекой лилось Но смотри, до счастья, страхи До счастья, страхи А как разобраться со страхами? Мы давали курс, как разбираться со страхами У нас очень хорошая программа, именно сесть и разобраться Кстати, очень полезная даже для психотерапевтов А вообще, как разобраться, да, со страхами? Ну, логично, самое простое, да, осознать суть страха Все, да, самое простое, все будут сейчас смеяться Да, самое простое, а это на самом деле так, согласись Суть сказки русские народные Иванушки, иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что Иди за сутью Да А Иванушка дурачок, Иванушка ж не просто дурачок, он же шут гороховый Шут, суть Ноль Ноль Иванушка покатится, туда и иди Да Вот путь И человек идет этот путь из жизни в жизнь И проживает, да, из своей страхи проживает, но при этом идет по клубочку Но человек, человек проходит без клубочка Тут смысл сказки в том Что тебе дали клубочек Дали клубочек, тебе, да Тебе сперва надо найти Не уходи от него в сторону Найди того, кто даст клубочек Да Баба Ёшка дает клубочек Блин, я когда сказки читаю, я обалдею вообще Да, да, да А Кащея Бессмертный и Елена Премудрая, которую находит Иванушка, да, он Премудрую находит Он мудрость свою находит, блин, потому что он половину себя вынес Угу Заметь, куда? Кащею Бессмертному Бессмертному века вынес И ищут в веках ее, блин Вообще сказки, это просто русские вот эти А смерть, как описана вот эта игла, видите Да, 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 да Это вот реально такие вещи заложены И это сказки, которые не перевраны Я, кстати, недавно начала искать, искала картинки и начала искать русские народные сказки Их так переврали Вот это последнее издание, это просто капец Вот то, что я в детстве слушала на пластинках, вот когда меня родители оставляли одну дома У меня был проигрыватель, родители пускали там сказки И я много русских народных как раз-то и слушала И там были совсем другие сказки, они были чистые Записаны хорошими, добрыми голосами Голосами Я тоже слышала, да Вот, а тут читаешь, смотришь то, что сейчас И капец, как переврано все Но все страхи Это вы на соответственность Потом говорится В сказке судь, да, или как-то Ложь, давний намек В сказке ложь, давний намек, добру молодцу урок Красиво даже эти слова, да? Уходишь в них, так и понимаешь Урок, да Учишься, учишься проходить, у тебя урок Да, ложь В сказке ложь, давний намек Так закрыто, запрятано это все Но на самом деле, если ты уже, кстати Вот сейчас мелькнула Суть, это про адекватность Тест на адекватность Тест реально от спецов Как быстро определить у человека кукуха на месте Или в теплых краях То я грубо говоря, ну факт Ты человек, он тебе говорит, говорит, говорит Ты говоришь А вы можете это сформулировать в трех словах? И человеку надо выделить суть И если человек не может выделить суть в трех словах Это о неадекватности Это о неадекватности А теперь посмотри, как пишутся книги Да Вот такая книжка А суть в трех предложениях Ну это не русские авторы, да? Скажем так Посмотри Ну мы же не просто так стебемся, когда говорим Описание по Юнгу Или описание по этому, вот это для юристов Описать инфодайинг Можно по Юнгу, можно по Эйнштейну По Эйнштейну это одна страничка И там будут конкретные алгоритмы По Юнгу это будет Размыто Книжка размазана И там будет суть Но общество сейчас предпочитает по Юнгу А знаешь, почему предпочитает по Юнгу? Потому что можно туда вклиниться, когда нет своей игры Отщепнуть кусочек и размыть еще больше Вот я хотела сказать, что потому что можно свою игру развернуть Да Когда нет своего интереса То играть все равно во что-то надо Тогда можно дальше размывать А когда суть дана, да? То ты просто видишь суть А для того, чтобы свое на этом сути развернуть Тут уже надо мозги Да Да, да, да А мозги, смотри, что Зачем мозги при развороте на сути? Это про ответственность Да Ты понимаешь, что ты разворачиваешь фундамент дома, да? И здесь про ответственность Тебе все самому надо Ответственность взять на себя Да А ты ответственность, если ты выносишь ответственность Как только ты вынес ответственность Тебе же становится тут же страшно И у тебя тун качели начинает Страх, ответственность, страх, ответственность Вот где страх рождается, вот первая точка рождения страха. На выносе ответственности. Вот это первая точка. И суть страха – это вернуть ответственность назад. А смотри, а когда размыто, и там суть в трех словах, и все размыто, то сослаться легко вообще. Ответственность сбросить туда, в это мыло, которое размазано. А смотри, когда ответственность вынесли. Как ответственность назвали? Богом. Да, да, да. Бог виноват, Бог накажет. И под Богом херяк – религия. И страхи. Ты грешен, Бог накажет, и пошло, пошло. Все, и полная подпитка вот этой чаши. И человек не осознает этого. Человек вообще не осознает. Все, это же элементарно. Вот это подсознание, это разложено так. Мы не рассказываем, там это какие-то сказки небылицы. Мы рассказываем то, как выкладываются блоки программного обеспечения в подсознании. Все, оно так и выложено. Кирпичики. Дергай по кирпичику. И тогда, осознавая суть страха, ты осознаешь суть, на чем ты вынес ответственность. Возвращая ответственность, схлопывается страх. А вот если ты уже не возвращаешь ответственность, и под страхи загоняешь впечатление, потом под это формируешь вторичные выгоды, ты уже лепишь кулич такой. Этот кулич у тебя уже катится, катится. Колобок покатился. И вот катится этот колобок у тебя в подсознании. Налипает на него все подряд. Страхов становится больше. И в какой-то момент у колобка появляется собственное сознание. И он так... И уже кроме твоего сознания человека, есть уже дополнительное сознание. А это сознание может стать сознанием болезни. Болезнь может быть физическая, психическая. Ядрышка болезни. Ядрышка болезни, да. Так оно так и выглядит колобком. Ядро болезни всегда выглядит колобком. Или ядрышка проблемы. Точно так же. И тогда разворачивается через это ядрышко, уже другая картинка. Ядрышко раздувается, потом через эго, замечу, раздувается в пузырек. И образуется мир. И в этом мире человек играет. Под него подтягиваются на эти частоты другие участники. Они вместе уже этот пузырек додувают. Облепливают другими пузырьками. И все одновременно учатся и закрывают свои вторичные владеты. Додувают, 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 смотри. И при этом вынесен же Бог, самая сильная своя ответственная часть, да, вынесена. И они раздуваются, раздуваются. Но при этом они все живут в страхе, что кто-то их может уничтожить. Да. Вот, кстати, насчет уничтожить. Но ведь этот же пузырек лопнуть. Ну вот наш разговор с юристом. Я понимаю, это, ну, моя зона ответственности была вынесенная. То есть просто чуваку не повезло. Он пришел в то время, когда я подписала документы, я его видела периферийным зрением. Я это осознаю вообще. И если у меня на периферии вкатывается эго, раздутое на религии, блин, вот, ну, пардон, ну не могу я по-другому, да. То есть уже когда у тебя сотни консультаций, когда ты вот точно так же с родителями, и это вот помогает выйти им из заболевания и вывести ребенка из аутизма, да, то ты это делаешь, это правдеформация. Да, 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 ты просто сразу в сердцевинку попадаешь, да. И заметь, и речь, вот у нас сколько, три минуты разговора, а речь как строилась? Тан, 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 тан. В каждом слове была суть. Я просто понимала, что я как по канату так. А я сижу и только вижу. Сижу, сейчас взорвется человек, точно. И при этом вообще ничего личного, да, вообще. И даже, кстати, взорвался в тот момент, когда в глаза посмотрела. Тум, прокол. И, кстати, ему надо спасибо, в смысле он спасибо нам должен сказать. Но он избежал инфаркта при этом. Да, да, да. Он бы в течение двух недель испытал инфаркт. А так у человека появился шанс на жизнь. Но он этого не осознает. А так получился хороший выхлоп. Но в любом случае, блин, мы же не приходим с людьми общаться, чтобы вот эти вот шары надувать. Абсолютно. Но люди так надувают свою жизнь. Нам это просто не надо, да? Согласись, мы же пришли не с этой целью, правильно? Но мы натолкнулись на страх человека. Мы натолкнулись, но раз мы натолкнулись на него, и это же зеркало. Зеркало. Значит, свое зеркало надо помыть. Да. Поэтому я не люблю общаться вживую. Угу. То есть вот смотри, сколько людей к нам звонят, назначают встречу, предложения делают и так далее. Вообще я стараюсь даже трубку не брать. То есть секретарь отвечает, Наталья, я занята, и все. Угу. И решает все вопросы за меня. Потому что вот так приходишь на встречу, а вкатился эго, вкатилось эго. И нафиг оно надо? В моей реальности, вон, абсолютно адекватное, чистое сознание. Да. С ними приятно общаться. А на дистанции уже, на дистанции ты сразу видишь и сразу, вот ты этот прокол делаешь, и человека, ну пускай его две недели поносит. Так ему потом по здоровью легчает, он потом пишет, плачет, благодарит. Вчера после погружения, сколько писем мы вечером получили. Так приятно. Вообще было очень приятно. Одно погружение рыдало полгруппы. Так это полгруппы, кто написал, а кто не написал. Я даже вот потом перечитываю эти сообщения и понимаю, а я их даже в интернет не могу выставить. Они личные. Люди пишут о таких вещах личных, глубинных. Они вскрыты, они годами не вскрывались. И как это выставить в интернет? Нет. Ну, это как красиво. Зато я понимаю, сколько людей стало счастливыми. Да, вот прям. Да? Это счастье. А начиналось со страха. Страх, эти пузырьки, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, тонут люди. Они пришли, их что-то привело, они хотят быть счастливыми, но они тонут в своем страхе. И в конце слезы освобождения, счастье, все. Но это слезы счастья, это не слезы потери энергии, энергии дофига. А именно счастья, свободы, вот этой свободы, счастья, да. Освобождение от своих тараканов. Дустом. Продравили. И хорошо людям. И наше зеркало стало чище. Сколько там вчера было? Человек 60, наверное. Ну вот. Столько, столько отражений появилось чистых. Классно. Я вообще люблю свою работу. Конечно, я тоже люблю. Столько интереса нам приносит. Нам, как мы с тобой наслаждаемся, да. Мы счастливы каждый день, между прочим, с тобой. Мы всегда счастливы. Да понимаешь, вот... Мы даже ночью счастливы. Мы даже ночью счастливы. Кстати, точно. Понимаешь, вот моя эта привычка ржать постоянно, да. Я смотрю, она иногда шокирует людей. Ну, конечно. Так я вот буквально недавно, да, гуляла. Мы с тобой по телефону разговариваем, помнишь, а я гуляю в городе. Я говорю, слушай, на меня люди смотрят. Я не могла понять, почему они на меня смотрят. Потом я улыбаюсь. Я все время улыбаюсь. Я не по этому, они реагируют на это счастье. Прикольно. Такая жизнь красивая вообще. Смотришь. Это кайф. Мы в раю. И если здесь создать ад, да, и со страхами надо что-то делать. Смотри. Вот у нас получается со страхами, когда обращаются люди, с паническими атаками. На паническую атаку сколько уходит, чтобы ушло? Ну, до месяца. Одна отработка. И все. И у человека пфу, ненормально. Смотри, какая сейчас у меня мысль. Как со страхом? Смотри, два варианта. Вчера, как страх в счастье превратился. Да? И как с профессионалом страх тоже ведь? И разорвал. И разорвал. А смотри, сколько человек потерял на это. Да. Просто подумай. Вот. А знаешь почему? Потому что те, кто пришел на погружение, они шли, знали, что шли. И даже этот страх, он у них внутри. Они подготовились. Они внутри были готовы. Они шли к счастью. А смотри, здесь с ним это совсем другой вариант. Он зажал этот страх, да? И не понял, как это... Не подготовился. Это то же самое, что ты приходишь к стоматологу и думаешь, что тебя будут гладить по голове. А тебе начинают зуб сверлить. Да, и ты не причинили боль. Да, у тебя шок. Шок, да. А когда ты... Надо готовиться. Ну, в этом, кстати, и отличие профессионалов от непрофессионалов. Профессионалы всегда готовятся, когда они... И они не могут по-другому. Они так привыкли. Они не раздувают пустоту. Угу. А страх в основе пустоты, которая раздувает эго. Всегда. А в бурбалке вчера? В бурбалке. Ну, пустота. А что? О пустоте? О пустоте. Так я говорю, страх – это о пустоте. И когда человек вот эти вещи осознает, опять-таки, смотри, пустота, какая интересная штука. По парадоксу. С одной стороны, это пустота, бурбалки, да? А с другой стороны, там вся информация зажата. Вся информация зажата. Кстати, вспомнила, такой инсайт сегодня был. Блин, но не на камеру. Это уже, что же сказать. И при этом эта пустота, она получается, эго интересно устроено. Оно тогда дует, 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 дует. И вот если представить мыльные пузыри, да, много-много-много-много мульных пузырей. И вот один из них раздувается. И тогда он и заляпывает грязью все соседние. И потом эго берет соседний, дует, потом следующий, следующий, следующий и так далее. Как зараза, как инфекция. И эго, получается, подключает и будет дуть потом, пока человек не отработает это в себе. Потому что эго уже поняла, на чем дуть. Все, уже этот страх будет дуть постоянно. А смотри, вот в случае вот этой встречи, это была религиозная подоснова. Все сейчас это пока не разнесет, не в этой жизни, так в следующей. Но эго это разнесет. Вот так определяется путь. И это не Бог послал, это сам человек так определяет. И так всегда. Поэтому если человек один раз взял и проработал страхи, он убрал вот эту грязь. И эго нечего дуть. А проработать страхи, это проработать ответственность. Проработать вот эти качели. Блин, это легко. Легко, когда ты осознаешь механизм работы. Вот когда мы смотрим, для нас это легко. Но когда человек, который ничем не занимался, приходит и так, плюх, проработайте за меня. И максимум, что ему предложат из самого эффективного, имеющегося на рынке, это гипноз. И это он будет ходить на психотерапию. Ну, я не знаю, сеансов 10 как минимум. И будут искать в регрессе причину. Вот момент зарождения этой грязи. И опять-таки, он будет ходить бесконечно, Наташа, пока внутри не включится встречный огонек. Он будет ходить, он ходит, потому что везде он вынес ответственность. И сделайте за него, сделайте за него. Пока не включится огонек внутри встречный. Вот так же, как вчера на коллективном. Встречный огонек. Встречный огонек. Блин, я это сейчас четко понимаю Мы вчера очень крутую штуку сделали Потому что мы обрезали вот эту вот часть Которая из прошлого качала вот эту темноту Мы ее просто взяли и обрезали Вообще И смотри У этого нашего профессионала в кавычках Огонек внутри Его нету, да? Ну потому что деньги И поэтому А когда огонечек Эго лопается А огонек, если есть, эго лопается И огонек с огоньком встречаются Все Тогда огонь лопается, сдувается Да Но оно тогда не забрызгивает соседние шарики Ну сдулось и все И пошел огонь Интерес, интерес, интерес Интерес это огонь, огонь, огонь И огонь выжигает вот эту вот грязь Грязь, которая у тебя осталась в прошлых жизнях И грязь Заметь, грязь, которая в человеке, когда мы говорим Все-таки фильтр Фильтр информационного человека Который определяет карму в дальнейшем И родовые программы Это первые два года жизни Я об этом сейчас И потом от двух до трех Конкретное наляпывание С напылением, когда уже сам человек добавляет И потом от трех до двенадцати Это все, что мазали вместе с родителями И не домазали И не осознали все оба И потом после двенадцати уже идет фильтр забитый И только наверх наклеивается И вот если посмотреть И даже в консультациях Тут будет зависеть очень много Во-первых, от вот этого встречного огонька Очень многое зависит от интереса человека И это много еще зависит от готовности человека измениться Однозначно, да Потому что Очень много Вот смотри Вот я, например, вчера человеку написала Выключились запахи Отбилось по гаймориту Да И я написала, что конкретно удерживается Потому что в жизни не меняются реакции животные И вот конкретные животные, которые проявлены в реакциях Вот если человеку написать такое Который не понимает, о чем пишет Скажет, она меня оскорбила Она написала, что вот там было Я не помню, что-то типа Или теленок, или корова Или пони, там что-то такое Потом тигр, медведь И еще что-то из кошачьих, да И вот я написала, что вот эти проявления в жизни Конкретно дают фон Заболевание лепится И с запахами это тоже связано Поэтому отбивает именно Показывает, что вот эти животные проявления надо убрать Это значит где-то на кого-то нарычало Об кого-то потерлось Кому-то помякало Ну разное проявление есть Я даже не знаю, ну вот как медведица себя проявляет Почему пришел образ этого сознания Но есть какое-то проявление, не знаю Но четко идет информация, что вот эти проявления затирай И все будет хорошо Вот, но адекватному человеку Ну, адекватному в кавычках говоришь Вы оскорбили меня, да А на самом деле посмотри, как ты в жизни проявляешься И не просто так говорят Люди ругаются, как собаки, да Угу Ведут себя, как скоты А скот это порнокопленно Да, и обижаются, знаешь почему? Потому что они поверхность смотрят Как ты меня забрызгал, да А ты зри в корень Ты не думай о том, что тебя обидел А ты в корень этого, в суть вот этого, да Там будет совсем другое А суть говорит, вот это убираешь Да И тут же раз и запахи включатся И заболевания отступают Да, все Потому что ты убрал вот эту свою заразу Которое проявление у тебя было Сознание животного Сознание животного есть у всех Наше же сознание, даже если взять единое сознание Оно многослойное И в тебе плывут все эти слои Но если ты их осознаешь То ты играешь на человеческом Все, это сознание Это поток, это река Ты можешь сказать Вот эта вот водичка Это вот с того ручейка Но она уже в одном потоке идет И эта водичка не хуже, не лучше Эта водичка, водичка в реке Ты ее потом даже не разделишь Где эта водичка реки А эта водичка того ручейка Нифига Там все сложнее Это так же, как Да, да И проще Человек не смотрит в корень Не смотрит в суть Даже возьми Как нам раньше писали Сейчас, наверное, уже не пишут Там что-то не нравится в нас Да То есть смотрит вот А то, о чем говорим Вот эту вот суть Нет Это нет Нет, иногда пишут Мне пишут по поводу косметики Ну, видишь? Мне пишут по поводу косметики Меня все хотят Почему-то подстричь Покрасить Еще что-то Вот я тебе об этом Что Вот Да А не в яблочко Да Кстати, по поводу моей внешности У меня было предложение Под компанию Под стиль компании Чтобы я изменилась Там Так, как надо было Компании Сказала Измените На время моего Сотрудничества с вами Лицо вашей компании У меня с этим все просто Я не сильно заморачиваюсь Мне же даже зависли мы с тобой Так и страх, да Страх, он ведь на самом деле Надутый, раздутый Да, страх на самом деле Это вот Раздутая пустота Раздутая пустота некая А ты просто Найди сердцевинку Вот там Там Корень Найди Что ты дуешь? Да Да Откуда ты дуешь? Или что ты дуешь? Да Чем ты дуешь? Чем ты дуешь? Не будет точно Осознай суть Да, вот этого Все Ну, в любом случае Страх это будет Про возвращение ответственности И это будет Про отсутствие счастья И тогда это не будет Бах А это будет Как шарик воздушный Его можно бахнуть А можно Открыть Спустил Спустился мягко И подключил другой Кстати, опять-таки Подключил другой Вот эти техники Как подключаются миры Мы же давали на курсе эго Там обалденный курс И там конкретная Психотехническая база Конкретная Просто Берешь Переподключаешь Но видишь, опять-таки Когда ты с эго Работаешь из эго Это один результат Когда ты с эго Работаешь из состояния Чистого сознания Чистого ребенка Да Это другой результат А ты найди Это состояние Чистого ребенка В себе Тебе столько Приходится Разгребти и ума И эго И высшего я Да И всего остального И кармы И рода Что В какой-то момент Осознаешь Что вот эта Психотехническая база На каждом уровне Разгребания Работает по-разному Вот этот клубочек Клубочек Ты пройди Да Пока ты его размотаешь До конца И дойдешь до бессмертия До кощей бессмертного Вообще Вообще То, на чем мы сейчас сидим По сути дела На этих вопросах Но я не думала Про сказки Сейчас Размотаешь Вот этот клубочек И доходишь до бессмертия Суть Суть И заметь Ведь был Инкарнационный цикл Который Да-да Тело менялось Осознание оставалось И развитие оставалось Все оставалось И человек мог дальше Дальше развиваться Потом же все это поломалось Сейчас у людей не так Сейчас куда вынесет Куда-то попаду И попал А на самом деле Выход для тех У кого страхи есть Или там У детей страхи У детей страхи Это значит Своих страхов Насовали родители Тут без вариантов Без вариантов Это значит Дети скопировали Вот эту ерунду с родителей Дети методом копирования Заполняют Да, это значит Что родители Сразу их напаковали Напаковали страхами Страхами Все Запаковали Своими Плюс телефончик Чтобы он им не мешал И он тоже там Игрался в мультяшке И так далее Всякой ерунды И напаковал Вот Это надо просто зачистить Это все Консультация зачищается И все быстро Выход есть Но Для того Чтобы не паковать дальше Надо все равно Какое-то Чтобы сознание работало А это все-таки Лучшее обучение Конечно И тогда идет Эффективно Тогда жизнь Эффективно меняется В любом случае Инфодайвинг Это про искренность Открытость И про путь К себе настоящим Путь к сути своей Инфодайвинг Это тот клубочек Куда клубочек покатится Туда идти И найдешь суть На самом деле Клубочек Это наши видеозаписи Которые мы оставили Да Мы оставили Свой путь полностью Свой клубочек Полностью Весь наш путь Он и прописан И в книгах И закреплен Курсами А в курсах состояние В курсах Человек хватается За информацию А дай мне еще Что-нибудь вкусненького Дай мне еще Какую-нибудь технику А еще А еще Мне мало Мало Это так Жадность прорабатывается А на самом деле Речь идет о состояниях А ты не можешь Уйти в глубокое состояние Ты не можешь Оказаться в Париже Не проехав в Варшаву Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова